Наши дети будут читать это в учебниках, потому что это очень исторический момент. Для нас это праздник, мы это давно ждали. Эмоции скрывать не всегда получалось. Впрочем, многие и не старались, признаваясь, момент слишком трогательный. Пока их родные, друзья и соседи, несмотря на провокации и обстрелы со стороны Киева, принимали участие в референдуме по вопросу вхождения в состав России на своей малой родине, эвакуированные в Пензу тоже выполнили, как сами говорят, свой долг. Сюда бежало, пятки сверкали. Если честно, не с тем, чтобы присоединиться. Потому что, насколько я помню, в 87-й год это был еще СССР. Родилась там при СССР. Была общая граница, была общая, как бы в составе этого всего было. А сейчас ты вообще едешь, блокпосты, зачем они? Ни к родителям, ни от родителей никуда не уехать. Поэтому хочется, конечно, домой. Мы этого долго, как говорится, ждали. Мы еще с 2014 года все хотели, голосовали, но не получилось. Но теперь, думаю, что получится. Думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что прекратятся военные действия все-таки. Наконец наступит мир и покой. Как бы этого очень все хотим. Русское население, мы все годы мечтали, конечно, быть в составе Российской Федерации. Но последние годы показали, конечно, такое, что нужно было все-таки решиться на этот вопрос. И мы согласны. В загородном лагере «Звездочка» голосует Александра Чебиса. Бюллетень пенсионерки принесли прямо в комнату, где она только обустраивается. С сыном, внучкой и правнучкой женщина приехала в наш город. Прямо накануне референдумов. Уже терпения не хватило. Стреляют, люди погибают. Прилеты. И сейчас. Недавно батюшку ранило матушку. Ну, много людей погибает. По итогам судьбоносных для миллионов людей референдумов за присоединение к нашей стране в Донецкой Народной Республике выступили 99,23% избирателей. В Луганской – 98,42%. В Херсонской области галочку в графе «За» поставили 87,05%. И в Запорожской – 93,11%. Ощущение радости, конечно, долгожданной, выстраданной, можно сказать. В свете последних обстоятельств, о мобилизации и прочее, теперь все будет гораздо быстрее. И, наконец-то, наш город вздохнет спокойнее. Для того, чтобы быстрее это все поменялось, потому что там уже дома невыносимо. Просто у меня и мама под обстрел в дом попал, и маму ранила. Это уже просто невозможно. Как бы терпеть сколько нужно. Уже хочется, чтобы что-то поменялось, что-то быстрее стал мир. Это очень тяжело, когда бросать своих родных, свою землю. И смотреть, когда она сгорает, это просто уже невозможно. Просто надежда, что этот референдум все-таки уже все решит. В среду утром губернатор Олег Мельниченко в своих социальных сетях опубликовал пост в поддержку свободного выбора участников голосования. Он отметил, что Пензенская область продолжит помогать жителям освобожденных территорий. Особенно по Логовскому району, над которым наш регион взял шефство. Вместе там предстоит восстановить инфраструктуру и наладить мирную жизнь.